МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» В студии Елена Кузовкина. Я приветствую всех, кто нас смотрит на телеканале и в Ютубе. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Купи билет в кинотеатр, которого нет. Новый вид мошенничества в Барнауле. Глобальная маркировка продукции. Кто попадет под очередные правила и к чему это может привести? Тренировался в Барнаульском лесу, чтобы покорить горные склоны, о спортсмене-любителе и его учениках. Но вначале экспорт сельскохозяйственной продукции края за последние годы вырос вдвое. Об этом губернатор Виктор Томенко заявил на заседании рабочей группы федерального правительства. Речь шла о социально-экономическом развитии страны. Так, 80% продукции наших аграриев вывозят за пределы региона. И открываются новые рынки, в том числе Восточной Азии. В будущем экспорт может составить до 500 тысяч тонн муки и крупяных изделий. А развитие селекции у Верентоменко лишь повысит конкурентоспособность нашей продукции. Несколько барнаульцев едва не попались на удочку киномошенников. В Барнауле якобы заработал частный кинотеатр в популярном торговом центре города. Правда, покупать билеты людям предлагают онлайн, а плату наличными не принимают, якобы из-за ковидных ограничений. Как горожане поняли, что это очередной вид мошенничества, узнавала Валентина Аскерова. Здесь есть информация о так называемых тарифах. Есть страница с отзывами, она тоже поддельная, потому что с прошлого моего посещения эти отзывы, в принципе, так и не поменялись. Тариф «Стандарт», «Вип и премиум», частные залы для просмотра кинофильмов узкой компанией. Такая новинка горожан привлекла. Огромные залы популярных сетей притомили, а тут несколько тысяч рублей, наслаждайся уединением, отдыхай. Все бы хорошо, вот только это развод на деньги, уверен житель Барнаула Илья. Его знакомая переписывалась с молодым человеком, тот и пригласил девушку в частный кинотеатр «Смарт-синема». Правда, за ее счет. Тут уже она почувствовала, что это какой-то развод, просила посмотреть меня сайт этого кинотеатра, я зашел, посмотрел. Тоже учень удивился, что нету никакой информации. Номеров телефонов нету. Техподдержка мне сказала, ответила, что у нас принимаются платежи только на сайте. В связи с ковидными ограничениями мы не принимаем наличку и не принимаем карты в зале. На мой вопрос, хотелось бы посмотреть сам зал. В техподдержке ответили, что мы не можем показать вам зал, пока вы не оплатите. Илья копнул глубже, решил найти информацию о частном кинотеатре, но не нашел. Мы решили сами посетить ТРЦ, где якобы и находится кинотеатр. У нас все есть. У нас есть все. Либо охрана не в курсе, либо не поняла сути вопроса. Посетители ТРЦ точно знают, что никакого частного кинотеатра здесь нет. Не слышали, что в торговом центре есть частный кинотеатр? Нет. Не слышали. В Краевом МВД пояснили, что заявлений по частному кинотеатру не поступало. Но правоохранители напоминают о том, что нужно быть бдительным, ведь рост преступности в киберпространстве набирает обороты. Статистические данные свидетельствуют о том, что россияне по итогам минувшего года стали жертвами преступлений на общую сумму ущерба более 6 миллиардов рублей. Нельзя исключать, что в таком случае преступники действуют дистанционно. И потенциальный мошенник, который дает объявление и получает деньги на счет, может находиться за пределами края и даже страны. Кстати, сайт частного кинотеатра «Смарт-синема» размещен на иностранных платформах. Это выяснил дотошный Илья Губанов в переписке с создателями сайта. Илья пригрозил полиции. Ему написали, что сменят домены ноль проблем. К слову, сайт уже сегодня заблокировано. Это значит, что киномошенники продолжат промышлять на сайте с другим адресом. Тем более, что люди на это хорошо ведутся. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. В ближайшее время на рынках города не будет возможности купить домашние маринованные огурцы и помидоры, квашеную капусту и другие заготовки. Бабушки в большинстве своем, торгующие этим товаром, вынуждены уйти с рынков. Остаться они могут лишь при условии, что домашняя продукция будет промаркирована, а значит, безопасна. Какую альтернативу предлагают бабулям и почему представители малого бизнеса уверены, что их намеренно вытесняют крупные производители? Расскажем далее. Мухаббат Карабаева на рынке торгует давно, но сегодня витрину с домашней продукцией, аджикой, салатами вынуждена закрыла от покупателей. Продавать это теперь нельзя. Товар не промаркирован, а значит, потенциально опасен. К тому же может нагрянуть комиссия с проверкой. Какую маркировку я могу сделать, если это у меня домашняя заготовка? Нужна какая-то бумажка, что они не отравлены, что у них там все хорошо. Ну, домашняя заготовка какая может быть отравленная? Какая маркировка может быть на квашеную капусту? Вообще, нас заводят в такой тупик, так и так вот с концами еле-еле сводим. Ну, парадокс в том, что вот в антисанитарных условиях, где-то на лавочке, на заваленке у магазина, на картонном ящике, на коробке, они право торговать имеют, а в нормальных цивилизованных условиях, на тех же рынках, уже нет. Часть мест на рынке и вовсе опустела. Там, где раньше бойко шла торговля домашними заготовками, сейчас лишь пустые витрины. Женщина много лет здесь стояла, торговала, причем у нее очень хорошая продукция, очень качественная. Со своего огорода они сами в лес ездят, заготавливают. Люди, ну, буквально в очередь выстраивались. Ну, все запретили торговать. А в чем причина? Ну, скорее всего, нет этикеток, должны быть этикетки, но так как она, ей это просто невыгодно будет, она же и за аренду платит. Бабушки пытаются узнать тоже, как это будет. Их заставляют стать самозанятыми. А для того, чтобы стать самозанятыми, они должны там где-то зарегистрироваться и получить пиар-код и по нему работать. Ну, ни одна бабушка сегодня телефоном пользоваться не может. Рынок всегда считался таким местом, где можно прийти было, купить свежую продукцию от производителей, от бабушек, с подворьей, с колхозных. Но сегодня это все, к сожалению, отходит на второй план. В ближайшее время купить и свежее мясо с фермерских подворьей тоже будет проблематично. К тому же такая мясная продукция может вырасти в цене. За килограмм придется заплатить больше на 100 и даже 200 рублей. Распоряжение поступило, что до 15 апреля запретить все дворовые забои мяса, то есть, чтобы только мясо шло через бойню. Я не знаю, как они это объясняют, что такое мясо, которое с комплекса лучше проверяется, лучше там обработке там всякое подвергается, а что вот больше болезней все-таки находится в мясе, которое со дворов. Вышел закон, если бойня есть, через бойню мясо привезут, то тогда вы можете. Бойня в среднем, вот сейчас этот коснулся вопрос нас, так как у меня тоже мясо, столы стоят. Бойня стоит 5 миллионов. Сами понимаете, сейчас предприниматель берет бойню 5 миллионов. Что надо сделать? А купить. Значит, это все ляжет на цену мяса. Малому бизнесу просто не дают развиваться и наполнять своей продукцией рынки. Именно так считает председатель правления Алтайского союза предпринимателей. Идет серьезная борьба между крупными торговыми сетями, с одной стороны, между крупным бизнесом в лице агрохолдингов, крупных перерабатывающих предприятий и малым средним бизнесом за рынки сбыта. И малый бизнес проигрывает. Мы должны понимать одну простую вещь. Все новшества, которые сегодня применяются, эти инновации, они ведут к удорожанию товара. Естественно, за все заплатит покупатель. Отстаивать права малых предпринимателей, а бабули, торгующие домашними заготовками, тоже к ним относятся, намерены продолжать. Иначе малый бизнес просто умрет. К тому же Юрий Фридц уверен, нельзя лишать покупателей свободы выбора, в том числе ценового. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Депутаты, чиновники, общественники Бернаула тоже готовятся прослушать отчет главы города Вячеслава Франко. Это мероприятие состоится уже в пятницу. А пока известные люди города делятся своим мнением по поводу работы мэра за год. Были, конечно, сложности, ну, не без этого содержания в зимний период, да, то есть, ну, с этим сталкиваются все, наверное, города. Главное, наверное, важен тренд, в котором движется город, да, то есть, собственно, не без наших, в том числе, предложений, закуплено малые средства механизации, которые справляются. Ну, здесь тоже вопрос, наверное, к нам, как к горожанам, да, то есть, как мы готовы ли и не готовы содержать прилегающие территории, потому что во всем мире все-таки это практика, в том числе, разделения ответственности между муниципалитетами и, собственно, самими горожанами. У нас рвутся сети, то, что у нас, ну, не до конца хорошо убираются улицы, то, что у нас большой фонд аварийного жилья, это все прекрасно знают. И на сегодняшний день эти вопросы все остались, поэтому фракция на сегодняшнем отчете хочет обратиться, в первую очередь, к тем, кто может нам помочь в решении вот этих накопившихся проблем, а за счет одного городского бюджета нам их не решить. Те программы, которые есть, город в них активно участвует, объективно город с дорогами, с такими, ну, вот на моей памяти, в первую садиков очень много открывается, школ в новых районах. То есть динамика-то есть положительная, город развивается, город растет. Хотелось бы отметить, что если говорить, например, об институтах гражданского общества, например, ТОСы наши, это территориальное общественное самоуправление, несмотря ни на что, все-таки они реализовали достаточно много интересных проектов, в том числе грантовых проектов, и в том числе наши ТОСы были отмечены на федеральном уровне, работала Барнаульская народная дружина и много других институтов гражданского общества. Конечно, Вячеславу Генриховичу пришелся год очень тяжелый, непривычный, необычный, таких не было времен, никогда практически, вот в ближайшей истории. И я считаю, что многие решения мэрия принимала с запозданием. С учетом тяжелой ситуации, ковидной инфекции, эпидемиологической ситуации, хотелось бы, чтобы многие и приказы, и действия были гораздо раньше. Стройки, работа общественного транспорта, обслуживание коммунальной инфраструктуры, наведение порядка на улицах, ну и взаимодействие с горожанами. Вот, в принципе, я считаю, что по каждому из этих направлений есть определенные подвижки к лучшему. И вот одно из этих направлений, которое я непосредственно занят, да, речь идет о парке Замрудный, конечно, я увидел со стороны администрации непосредственную помощь, участие, поддержку. Достаточно тяжелый год, год пандемии. У нас в городе ни одна социальная программа свернута не была. Мало того, они успешно реализуются, и примеров тому очень много. Что касается национального проекта «Демография», вот, наверное, это очень яркий пример в городе Барнауле, как он развивается, какие хорошие результаты мы имеем. Например, в 2020 году, за прошедший год, у нас открыто 4 детских сада. 5 готовятся к открытию. Открыто 2 новые школы. С потолка льет, как из ведра. Стены бьют током. Угрожает жизни свой же дом. Как не стать жертвой аварийного строения, попыталась в очередной раз понять Валентина Аскерова. Я свет включила, а вода, понимаете, в водопад идет. Они просто накапывают, а просто вода по стенам ровно бежит, как водопад везде. Водопадом принято любоваться. Но не в этом случае. В 5 утра на Валентину Михайловну хлынул поток воды. Это же он выше прорвало трубу. Если сверху вода бежала, она била в стенку. И по стенке вода пошла мне вот сюда в дымоход мой, сверху. За несколько десятилетий Валентина Михайловна уже, кажется, привыкла ко всему. Этот дом даже ветхим сложно назвать. Аварийным он признан 8 лет назад. Износ 70%. Вот только статус дому ничего не принес. Зато последний потоп внес изменения. Из-за проблем с проводкой мокрые стены чуть не убили женщину. Я за стенку взялась, вот так, и меня стало током бить. Счетчик был включенный, поэтому током било нас всех. Вот ЖКХ этот мужчина сказал мне. Я говорю, мы здесь живем, с 13-го года дом аварийный. Он говорит, так это мало, еще можете жить. Успокоиться женщина не может до сих пор. Администрация города не спешит давать людям нормальное, безопасное жилье. Позиция администрации ЖКХ, что мы вам предлагаем манерный фонд. В такой, знаете, форме, что вы сопротивляетесь, собираетесь и езжайте. Но это наше право ехать туда, не ехать. Я объяснила свою позицию, потому что не едем. Когда мы ездили, смотрели дома, они в таком же состоянии, как эти. После потопа Валентине Артихову предложили жилье в маневренном фонде и даже сказали адрес силикатная 9А. Вот тот самый дом выглядит, как после бомбежки. И такое ощущение, что его вот-вот поглотит черная дыра. Все сыпется, по стенам пошли трещины, пол проваливается. А в таком альтернативном доме вынуждены жить десятки семей. Расскажите, вот вас переселили из какого дома? С двухэтажки, с профинтерной 51. Один дали маме 16 квадратных метров. Инвалиду пенсионерке дали такое условие, где жить невыносимо. Можете описать эти условия? Тараканы пешком ходят, канализация воняет, воды горячей нет. Этот дом тоже сносить надо, сыпется, рушится все. Я здесь уже живу в 38-й квартире, я как погорелец. У меня же дети выросли, живу уже 25 лет. Во временном? Во временном, да. И ничего больше здесь, ни прописки, ничего не делают. Ни прописки, то есть я как бомж. Вещи некуда ложить, мебель некуда ставить, ничего некуда ставить. Это дали жилье. Дверь за свой счет мы ставили, потому что железная дверь без ключей, без всего была. Я месяц жила с детьми открытой. Мне поставили дверь. Почему? За свой счет мы ставили дверь 15 тысяч. А у вас есть такие деньги? У меня нет таких денег. Мне брат. Брат брал кредит и ставил мне дверь. Именно сюда предлагают переехать на время жильцам из аварийных домов. Мы неоднократно обращались в городской комитет ЖКХ. Нам отвечали, пусть люди пишут заявление на предоставление жилья в маневренном фонде. Но ведь обе стороны понимают, что это не вариант. Валентина Аскерова, Александр Андропов. День с толком. К другим темам вопрос министру напрямую. Участники краевого конкурса «Учитель года» встретились с руководителем Министерства образования Максимом Костенко. Появляется масса вопросов, на которые мы в данный момент не можем задать самостоятельно на них ответы. Волнует педагогов многое от аттестации до повышения зарплат. Так министр обсудил введение новых категорий. Учитель-методист и учитель-наставник. Не обошли стороной и вопрос дополнительной оплаты за передачу опыта молодому поколению педагогов. Мы начнем работу, как по подъемным начали, для молодых педагогов в 2019 году. Работу с муниципалитетами и добьемся того, что в каждом из 100% муниципалитетов, 69% у нас, мы будем иметь вот такую надбавку за наставничество у опытного педагога. Интересовали педагогов и технические моменты их работы. Скоростной интернет, появление новых интернет-платформ, устранение неполадок на уже действующих. По словам министра, благодаря вынужденной удаленке, алтайские разработчики написали два десятка новых образовательных программ. А в перспективе такие платформы появятся для обучения детей-инвалидов и детей, находящихся на лечении в больнице. В конце встречи участникам пожелали удачи в конкурсе. Я хочу еще раз вам пожелать успехов на этом конкурсе. Знаете, что вы самые лучшие, вы самые талантливые, самые прогрессивные. Год живем в этой пандемии, да, и все-таки мы перешагнули, конкурс у нас происходит. И это очень значимо, что эта встреча состоялась. К новостям спорта. Барнаулец Иван Крюков стал призером престижного соревнования «Лыжный ультрамарафон «Уральская сотня», которая прошла в Свердловской области. Важно, он не является профессиональным спортсменом и даже больше считает, что любительский лыжный спорт – это фитнес будущего для нашего региона. Илья Кочетков встретился с ним и узнал, почему разница между профессиональным спортом и любительским не так принципиальна, если есть правильный настрой. Наша задача – взять обычного офисного человека, вывезти в лес, поставить на лыжи, поставить на велосипед и превратить его из широкого, вальяжного, 100-килограммового, с широкой костью человека в подтянутого, стройного, вот с такой улыбкой. На стене грамоты и медали со множества соревнований, среди которых такие жесткие, как «Айронмен». Из них значительная часть – то, что завоевали его воспитанники, участники его лыжного клуба. Офисные работники, бизнесмены, почти 40 любителей спорта он сумел собрать вокруг себя. Летом это обычно велосипед, а сейчас – лыжи. Про них Иван, кажется, готов говорить часами. Снег у нас не очень чистый. То есть, ну, не бывает чистого снега совсем. И вот эта вся грязь, она остается на лыже. И вот эта щетка, она очищает так называемую структуру лужи. Уральский ультрамарафон – это 100 километров по горам. Испытание на грани ломки себя. Но для Ивана это сплошное удовольствие. Может, потому, что лыжи для него в первую очередь – увлечение. Вспоминает, начинал еще третиклассником в начале 90-х. Тогда ни нормальных лыж, ни бас, ни хороших тренеров почти не было. А сейчас современная экипировка, относительно недорогие в сравнении с теми же велосипедами лыжи. А тренирует Иван теперь сам. И первое, чему учит – разминка. Разогреть немножко спинку. Вот это упражнение очень полезное называется «Покрутить бабкой». Здесь, в Ленточном бару, он с коллегами проложил несколько трасс – профессиональных, подходящих для тренировок любого уровня. И пользуются ею все желающие. С начала зимы я постоянно сюда приезжаю и постоянно катаюсь. Ну, вот этот круг, вот этот, примерно я так просчитал, поэтому 700 метров. Я вот 10 кругов делаю. Иван говорит, пусть бегают, не жалко, лишь бы не портили трассу. Говорит, для многих не очевидно, что люди здесь спортом занимаются. Выход, уверен он, в том, чтобы таким, как этот, трассам придать особый юридический охранный статус. Чтобы одни не вредили трассе и, кстати, самому лесу, а другие знали, где позаниматься спортом. Может быть, мы вытягиваем людей не просто с дивана, некоторых людей мы вытягиваем из тренажерных залов. Некоторых людей мы вытягиваем, не знаю, из алкогольной зависимости. Тоже есть такие у нас примеры. То есть мы их вытягиваем и ставим вот сюда на лыжи, на велосипед, заставляем бегать, плавать и кататься. Золотой век массовой спортивной культуры, уверен он, еще впереди. А у него самого в ближайших планах весенний лыжный марафон по горам Камчатки. В тяжелейших, как всегда, условиях. Но не для медалей, а для удовольствия. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит, не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции, я его напомню, 205-545. Звоните. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Ну а через несколько секунд о погоде и спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok